Здравствуйте, друзья! Сегодня в женском политическом клубе у нас в гостях эксперт Денис Жирких. Тему, которую мы сегодня обсудим, она очень интересная, она называется «Психология реформ». Денис, вам предоставляю слово. Ну, сразу. Почему? Потому что я знаю, что ты этим вопросом занимаешься, интересуешься глубоко, серьёзно и понятно. Мы сегодня слышим, что реформы у нас якобы идут, и даже Гонтарёва в Довусе там отчитала, что всё, что она хотела, она сделала, а результат этого сделанного – последнее место Украины в банковской системе в мировом рейтинге. Поэтому как бы тут реформами не пахнет, тем более мы уже год прожили с новым правительством, в состав которого входит очень много иностранцев. Появляются вопросы о том, что, собственно говоря, чем этот Кабмин отличается от того, если бы он был чисто украинским. Сейчас пошли разговоры о том, что даже у нас и премьер может быть иностранцем. То есть очень много разных разговоров ходит, но эти разговоры как-то не затрагивают как раз тему реформ. Поэтому вот тебе слово «Психология реформ». Что это такое? Почему их всё-таки нет? Не после первого Майдана, не после второго. Что-то там меняется на том уровне, который для простых людей вообще не ощутим. Он не касается как бы жизни простых людей. Вот там как-то все эти реформы выглядят очень убого. Что происходит? Ну, хорошо. Значит, я хочу сказать, что я сегодня хочу поведать под большим секретом. Три больших секрета, поэтому мы никому это не расскажем. Это точно ни одно телевидение, по крайней мере украинское, не расскажет. И вот как раз вот это вот три секрета потом мы обсудим. И как раз вот все эти вопросы мы сквозь призму трёх этих секретов и рассмотрим как раз в течение того небольшого времени, что у нас есть. Значит, смотрите, секрет первый. Второй. Ни одна личность, даже если это теоретически просто замечательная, просто умная, прекрасная, светлая, там, и вообще ангелоподобная личность, никаких реформ не сделает. Реформы — это не желание какой-то одной личности, это процесс. То есть, для того, чтобы были реформы, нужна определённая среда, класс на которой опирается. Это одна вещь. Второе. Общество должно быть уже подготовлено к этим реформам. Это другая вещь. Но, к сожалению, ещё Герберт Уэллс, причём это не проблема, скажем, конкретно советского или постсоветского образования, это проблема, ещё сто лет назад Уэллс на неё указал, что мы неправильно считаем историю. Мы считаем историю, что вот пришёл какой-то лидер, и вот всё сделал. Ну, он там много об истории пишет, но в том числе мы сейчас говорим о реформах. И вот, скажем, жила себе Россия, пришёл там Ленин и сказал, ну, давайте революцию замутим, а потом дискотеку сделаем. Или, допустим, Пётр пришёл, говорит, что вы там все в бородах сидите, давайте я вам сейчас постригу и сделаем там. И так далее. Или Линкольн, скажем, говорит, ну, давайте там немножко перестроим государство, там отменим рабство. Вот. Ничего подобного. Не происходит. Все реформы, все изменения в обществе идут столетиями. Это очень серьёзные процессы, которые движутся. И политики, удачные реформаторы, они эти реформы ловят. Они их либо чувствуют, либо, то самое, ну, как-то анализируют, создают какие-то свои теории. Но в любом случае они опираются на огромное количество людей, которые либо с ними, либо были до них. То есть существует определённая преемственность, существует определённая среда. Что сейчас происходит в Украине? Происходит в Украине, ну, скажем, вещь, которая всегда ведёт к упадку любой страны. Какая бы она там ни была, в каком бы времени она ни существовала. Это в том, что никто не хочет быть средой. Все хотят быть руководителями, все хотят вот типа того карикатурного анекдотического Ленина прийти и замутить по-быстрому революцию. Все хотят быть Наполеонами, но никто не хочет выигрывать никаких сражений. Ведь Наполеон до того, как стал Наполеоном, он же выиграл массу сражений. Это он показал себя как решительный генерал, как отец солдатам, как новатор в военном деле. Ничего подобного. Мы сразу хотим быть Наполеонами. Причём этот уровень идёт как сверху. То есть, действительно, вот Гонтарева захотела то, что она хотела, то она сделала. Вопрос. Она хотела действительно Украину в низком рейтинге довести? То есть, самую нижнюю. Она хотела её разграбить? Ну да, она, очевидно, этого и добилась. Ну и внизу та же самая система. Сейчас в Украине идёт, в общем-то, очень активный процесс поиска каких-то лидеров. Но там тоже вот 3, 4, 10, 100, ну даже тысяча человек как-то соберётся. И там уже начинается грызня, борьба за власть. И сразу уничтожается среда. Вся эта грызня, она выкидывает людей из честных, творческих людей. И она выкидывает их из политического процесса. И остаются одни якобы наполеоны. Но это не наполеоны. Поэтому, наверное, в чём секрет? Первый. А никто не придёт. Никакой, собственно, мессия. Уже приходили мессии. Никакой специалист ни с запада, ни с востока, ни из низов народа. Не придёт, пока не будет сформирована среда, которая бы действительно делала реформа. А нам говорят, подождите, вот вам, видите, вот вам один реформатор. Не нравится, ну другой, третий. Это всё дурилка картонная, потому что надо не реформаторов предлагать, а реформы. А уже реформы, как бы принципы этих реформов выдвинут реформаторов. То есть надо сражаться, и тогда там появятся хорошие маршалы. Появится тот же, допустим, Наполеон или кто-нибудь ещё, маршал Жуков или Рокоссовский. Кому кто-то нравится. Но появится именно тот, кто реально что-то делает, а не просто объявляет себя каким-то, скажем, мессией или ещё что-то. Это первый. Второй секрет в том, что за все реформы, любые реформы всегда в любом обществе придётся платить. Всегда есть цена. Эта цена может быть чрезмерная, слишком большой, достаточно приемлемой, неважно. Но за каждую реформу придётся платить, причём всему обществу. Сейчас что, чем, собственно, 25 лет, или даже больше, дурят Украину. Говорят, ну придут иностранцы, они заплатят вам за нашу реформу. Неправда это. Мы за всё, что происходит, платим мы. Вот это самое главное, что любая реформа, тот же, мы говорим, вот голодомор, да, это страшная вещь, это катастрофа. Голод там, неважно, сколько было, да хоть два человека умерло с голоду, это уже катастрофа. А там действительно голод был масштабный. Но это была цена за определённые реформы. Может, она неправильная, непомерная, но она была. То же самое в войне. Вот там людей погибли. Но, возможно, цена была тоже слишком большой. Но, тем не менее, те менеджеры, если мы смотрим с точки зрения менеджера, они, возможно, заплатив дорогую цену, непомерную, но они добились своих результатов. А есть другой вопрос. А если не делать реформы, то тоже придётся платить цену. Тоже придётся платить цену за то, что этих реформ не делали. Поэтому это второй секрет, что цену всё равно мы заплатим. И не надо обманывать, что оно как-то само собой сделается и как-то вот это. И третий, самый главный секрет, что как легко понять, идут реформы или нет. А очень легко меняется психология вообще всех людей. То есть без изменения психологии людей никаких реформ не будет. Ну, по крайней мере, в большой их части. То есть не обязательно всех и каждому изменить психологию. То есть действительно, когда был советский струй, ну, была психология советского человека, он был в чём-то силён, в чём-то слаб. Если действительно люди переходят от охоты к земледелию, у земледельца и охотника разные психологии, разные психологии. И вот никто изменением психологии конкретного человека за 25 лет в Украине никто не занимается. Вот мы говорим, вот мы выбрали Европу, ура, мы, значит, уже европейцы. Да, ребята, какие вы европейцы? Ну, перестаньте говорить. Европейцы никогда не будут устраивать такое явление, как Майдан. Европейцы никогда не будут брать администрацию. Европейцы никогда не ударят судью ногой. Это невозможно для европейца, ему даже в голову не придёт, даже на генетическом уровне. Не надо рассказывать, что вы европейцы. То есть психология у вас совершенно не европейцев, а, скажем, ну, каких-то анархистов-бандитов, вот, пиратов, может быть, я не знаю, кого угодно, но совершенно не та, которую вы декларируете. То есть обязательно, когда есть объект реформ, конкретный человек, то реформы говорят, чего они хотят. То есть действительно, скажем, если мы говорим об европейской, ну, если вы, допустим, то это действительно очень серьёзная законопослушность, это выплачивание всех налогов, это очень доверие государству. Ну, что, сейчас идёт всё, чтобы украинцы доверяли государству? Ну, это глупости. Вот, собственно, три таких секрета, поэтому никаких реформ нет. Идёт имитация реформ, идёт обманывание, то есть идёт фактически, ну, вот как у декабристов в своё время говорили, мы хотим, значит, добиваться для народа, но без народа. Ну, для себя, собственно, верхушка давно уже все вопросы порешала, и занимается она счастливой грызнёй между собой. Никакого отношения, когда элита начинается грызться между собой, никаких реформ быть не может. Потому что реформы – это выдвижение одних людей, желательных, и отсёк нежелательных. На самом деле всё идёт, всё пущено на самотёк. Ну, а если на самотёк, то это другой вопрос. Ну, да, это, конечно, интересная очень тема реформы. Мне в своё время очень и очень повезло. Ещё, когда я жила в Харькове, и тогда была президентом клуба женщин, которые вмешиваются в политику, с нами сотрудничали интересные очень люди, учёные. И я познакомилась с профессором, с человеком в науке, который очень серьёзно работал и в промышленности, и обучал студентов. И у него была интересная очень фамилия – профессор Преображенский. Казалось бы, да? Я тогда тоже так посмеялась над этим. Но он пришёл ко мне, зная, что я буду уезжать из Харькова, и уезжать навсегда, и принёс ко мне вот такие две бумажечки. Говорит, знаете, Лена, мне уже скоро 80, и я уже, наверное, не увижу, какой будет страна, и как будет всё это развиваться. Но я думаю, что пришло время поставить эволюцию, описать её научными терминами и разработать законы реформирования. Потому что если этого не сделать, народ будет погружаться в этот хаос, анархию и жить на очень высокой температуре напряжения. Его тогда идея была очень-очень простая, и я постаралась как можно больше тогда об этом рассказать. У меня какие возможности тогда были. Но чем дальше мы движемся по пути самостоятельности и независимости, то оказываемся от неё всё дальше и дальше. Мы идём вроде бы к ней, но уходим от неё. И реформы действительно не движутся. Потому что реформы, на мой взгляд, это эволюционный процесс развития самого общества. Затрагивает ли это экономику, затрагивает ли это политику, это вопрос второй. Но начинается это всё в обществе и должно развиваться в обществе. Если общество не нуждается в реформе, не нуждается в понимании, осознанном развитии самого себя, то что бы мы ни делали, мы приходим к такой ситуации, когда вроде бы что-то происходит, но что-то не происходит. Теперь о лидерах. Никто к нам не придёт, как ты говоришь. Наверное, это да. К нам никто не придёт. Но есть очень интересная у нас модель попытки достаточно серьёзного, эффективного и эффективного движения по пути реформ в нашем соседнем государстве. В чём разница? В чём разница сейчас? Почему им удаётся? Почему санкции наложили, продукты какие-то пропали, цена поднялась, рубль упал. А люди как-то все поддерживают это всё. Никто не возникнет. Я обратила внимание на простую вещь. Более 80% поддержка общества, лидера государства. И это и есть основа. На мой взгляд, это основа того, что человеку доверяют и готовы на какие-то вещи, и даже не ощущают их. И более осознанно движутся. Ещё не везде, не во всём. Но я это вижу и в сфере гуманитарной, и в сферах политических, и в экономике. У нас же ситуация такова. Нам всё время хотят привнести что-то со стороны, взять какую-то калечку, да, и при этом сказать, вот, давайте сделаем как у них. Как у них. Мы пытаемся делать как у них, и оказываемся в ситуации, когда как у них нет, не получается. Люди не понимают, почему нам нужно как у них. Они, когда мы смотрим на то, как живёт там Европа и Америка, мы это всё смотрим, знаете, вот типа буклета туристической компании какой-то, да, мы видим только как бы вот презентабельную обложечку. Мы не понимаем, что как у них, это другие отношения прежде всего, и другое отношение к самому себе прежде всего. И что начинать надо с этого. И вот здесь психологически какой-то барьер приводит, который мы не можем переступить. Я вот сейчас наблюдаю в нашей стране очень интересное явление. очень высокая температура, температура отношений. И когда видишь человека, который побывал там в АТО или сейчас, и шёл туда добровольцем, и сейчас он вот в таком состоянии нервного напряжения пытается с пеной у рта доказать, что он не сволочь, что он не преступник, не уголовник, не убивал мирных граждан. Я его понимаю, но когда я чуть-чуть, просто, очень спокойно снижаю температуру, вот дискуссии, диалога, да, первое, что у него появляется, это вопрос, а как иначе? А как надо было действовать? И вот на этом этапе спокойной температуры рушатся все манипулятивные схемы общества. Вот я знаю, что манипуляторы, они никогда не допускают понижения температуры. Чем она повышается? Да чем угодно. Любыми скандалами, любыми провокациями, любыми гадостями, вплоть до повышения коммунальных платежей. Понимаешь, вот в чём на самом деле? Не боится эта власть давить на народ и давить, и поднимать эти коммунальные платежи. Почему? Потому что это повышает температуру отношений и делает наши настроения, наши отношения критически деструктивными. Вот в чём суть манипуляции. Реформы, они затрагивают прежде всего температуру отношений. Когда человек начинает говорить, да, вот это должно измениться, это должно измениться. Наверное, мне будет как-то не очень комфортно, но, может быть, стоит попробовать. Вот мне почему интересен сам процесс того, как меняется наше телевидение, наши СМИ, наши медиа. Какие эксперты у нас остались на ТВ, да, там, в телепрограммах? Это люди, способные держать температуру противостояния очень высоко, температуру отношений и её поднимать. Любой человек, любой эксперт, который эту температуру понижает, самим фактом своего присутствия, способностью вести конструктивный диалог, давать разумные аргументы, их на ТВ просто не приглашают. Статья Пасхавера, которая вчера там, или слова Пасхавера, которые фактически очень сильно и жарко комментировались в сетях социальных, его не приглашают на ТВ, потому что это человек, который не будет там пикироваться с молодёжью зелёной, которую готовят глотки рвать в качестве бойцов авангарда Министерства информационной политики. Они ничего не могут противопоставить такому человеку. Естественно, там эта дискуссия сразу погружается в вопрос, а как можно иначе, а неужели иначе можно? Вот на этом уровне психология, да, реформ, мне кажется, что это как раз психология того, как дать понимание человеку, что нужно не торопиться. Не надо спешить завтра жить, как живёт какой-нибудь миллиардер или, как это называется, в Америке. Не нужно спешить. Да, у нас есть депутаты, у которых есть дома там на Мальдивах, ещё где-то, ещё где-то, ещё где-то. У них есть по 100 машин там, у них есть какие-то. Не надо. Ты просто себе представь, как ты будешь жить, если у тебя будет 10 автомобилей, 10 домов, заводики, пароходики. Чем ты будешь заниматься? Как только ты ответишь себе на этот вопрос, из чего будет складываться твоя жизнь. Вот так вот, да? Тогда ты поймёшь, тебе это надо или тебе это не надо. Будешь ли ты счастлив. Вот что нужно, как ты думаешь, психологически, какое должно быть воздействие на общество, для того, чтобы эту температуру понизить? Ну, ты уже сказала, что для этого нужно. Это очевидно, это четвёртый секрет. Для этого нужно просто предложить какой-то альтернативный путь. И, собственно, цивилизация, в том числе и западное общество, и не только. Это было предложено понятие оппозиции и понятие уважения к другому мнению. Чего, собственно, в Украине не наблюдается. И при преступном Януковиче это было. То при, собственно, совершенно демократической власти этого уничтожено окончательно. То есть, действительно, что такое, что такое, правильно ты сказала, что манипулятору для того, чтобы манипулировать людьми, нужно вырубить мозги. То есть, допустим... Довести человека до состояния, когда он действует в режиме рефлексов инстинктов, вообще говоря. Просто заставить его что-то сделать. Вот прибегаем, быстро-быстро дай, сейчас тут за углом дают, я не знаю, варенье. Дай деньги, я сейчас тебе принесу и так далее и тому подобное. Человек, главное, он думает, какое варенье, какой угол там. Если он это включит, он денег не даст. Поэтому тут нужно... Вот примерно так действует наша власть на, собственно, на государственном уровне. Она говорит, ну, ребята, ну, быстренько-быстренько, значит, пошли в АТО, быстренько-быстренько поддержали эту власть. Когда говорят, да нет, ну, подождите, а вот с чего бы ради... У нас война. На нас напал злобный Путин. У нас... И причем же нет вопроса, не отвечается, а с чего бы эта война началась? А как, в общем-то, прохлопали Крым? А почему залили кровью Донбасс? А кто за это ответственный? Вот вопрос ответственности, ведь реформы, это ведь в том числе какая-то часть людей берет на себя ответственность. И говорит, ребята, мы дойдем из точки А в точки Б, мы вам гарантируем. Если не дойдете, то, ну, значит, ну, в лучшем случае, мы уходим. Мы скажем, что вот мы не правы, там, плюньте нам в лицо. Кстати, между прочим, вот вспомнил этот самый руководитель немецкой авиации, когда Советы бомбили уже пешками, ну, то есть в Берлин, то он стоял и кричал, что ладно, плюйте мне в лицо. То есть даже у фашиста, которого потом осудили, и была ответственность, он понял, что он что-то делал не то внутри. Ну, нашим до такого, в общем-то, понимания всемирно, как бы, заклеменным позором преступникам, военным и политическим преступникам, до такого понимания нашим еще очень далеко. Или Гитлер, который не начал кричать над там Нюрнбергском процессе, что такое, они там сами виноваты. Он взял и, в общем-то, принял яду. То есть тоже, говоришь, у человека все-таки какая-то ответственность была. Ну, куда там до немецких фашистов, куда до этих наций нашим ребятам? Они будут до последнего себя оправдывать и рассказывать, что они сами и во всем виноват Путин. Поэтому в этом плане вот людей ответственных, людей, которые берут на себя ответственность и согласны нести, скажем, ответственность за риски и отвечать за эти риски, украинская элита не создала. Это ужасно. Украине не просто нет элиты сейчас. Мы же не говорим, что элита – это вот псевдоэлита, которая сидит. Псевдоэлита у нас есть, как псевдополитика у нас есть, есть как псевдопарламент у нас есть. Псевдосми. У нас все псевдоэксперты. Ну, давай, Денис, подумаем, а почему, собственно говоря, это происходит? Конечно, с одной стороны, Украина стала вот тем котлом, вот той точкой на карте Европы, в ее сердце, в ее подбрюшье России, да, которую нужно постоянно держать в состоянии воспаления. Все. И общество, и политику, и территорию, и так далее, и так далее. Эта задача кем-то была поставлена, она выполнена. Но на сегодняшний день мне просто вот интересно узнать, а что, собственно, люди? Почему именно на нашу судьбу, на нашу страну, именно нам, на нашу долю, на долю Украины выпало вот это испытание? Что же происходит? На мой взгляд, как раз вот этот вопрос психологии. Почему? Потому что меняется же не только мир, меняется не только ее экономический, технологический потенциал, меняется ментальный мир человечества, но переходит на совершенно новую эволюционную ступень развития. И украинцы, вот эта территория, объединившая очень непростых людей и очень разный потенциал разнообразности Украины, разнообразности во всех сферах жизнедеятельности, общества, существования территории, он один из самых высоких в мире разнообразностей и по территории, и по климатическим условиям, по культурным, по этническим, по национальным. Это один из самых высоких потенциалов разнообразности. И нам нужно делать выбор. Не попав в такую ситуацию, мы его правильно не сделаем. Но мы должны понимать, что от каждого из нас зависит, как быстро мы пройдем этот путь, путь перемен. От чего мы должны отказаться? Что мы должны оставить в себе? Как мы должны измениться? Сейчас подавляющий вообще образ наш, украинца, во всем мире, это образ человека, у которого гонор перерос разум и задавил душу. Вот как мы выглядим. Если говорить, можно говорить очень просто об этом, можно это сказать по-другому, но на самом деле, говоря художественным, литературным языком, это выглядит вот так, вот такой у нас образ. Это при том, что мы очень любим свободу, мы любим независимость, мы анархисты все в душе понемножку, это все да. Но есть некие качества духовные, ментальные качества, где у нас существуют зоны риска. Вот это наша гоноровость, способность поставить свое «я» и свое желание властвовать, как ты говоришь, когда-то начинается грызня по любому поводу, кто главный. Вот эта ситуация, когда украинец не начнет работать, пока не определит, кто главный в этой команде. Три человека соберутся, пока они канаву не начнут рыть, пока не договорятся, кто главный. Так они уже никогда не начнут рыть. В итоге мы уже пришли в такое состояние, когда мы уже ничего не роем. Мы просто постоянно находимся в выяснении ситуации, кто у нас главный. Главный, вот, наверное, надо на каком-то этапе понимать, снизить эту температуру вот этого отношения к нам. Я вот вчера написала в Фейсбуке, что львовские СМИ случайно обнаружили, что на украинцев поляки смотрят как на быдло, как на некий генетический мусор, как на второсортных людей. Это понятно. История. Ну, так вот, я должна их огорчить, но, к сожалению, не только поляки уже так смотрят на украинцев. Просто одни об этом уже говорят вслух, а другие просто так думают. И нам нужно больше беспокоиться не о том, что о нас говорят, а о том, что о нас думают. Вот это очень важный момент. И если мы уже хотим беспокоиться о том, что о нас думают, нам нужно понять, что, собственно говоря, о самих себе думаем мы. Вот украинцы никакие. Вот да, так сложилась исторически наша история, она была непростой. Но мы идём по пути реформ, благодаря или вопреки нашим усилиям. Правильно? Реформы всё равно. Человечество эволюционирует, мир развивается. Хотим мы этого, не хотим мы этого. Мы либо вписываемся в этот поток, либо нас всё равно за шкирку, как слепых кутят. По земле, по дерьму, но всё равно мы прилеплены к этой системе. Мы её неразрывная часть, и мы расхлёбываем. Я бы сказал, что ведь если говорить об общей истории, то почему-то считается, что все нации существовали всегда. Сейчас Украина стоит перед реальным вызовом, что украинской нации не будет. Очевидно, какая-то часть, часто племена, они брали названия каких-то других племён, распадались и всё такое. Сейчас Украина уже осталась без Крыма. Огромная вероятность, что она останется без Донбасса и так далее. И понятие украинец будет сужаться. Плюс к тому, действительно, власть сейчас, общая идеология, что понятие украинец, ребята, это вообще не этническое понятие, это политическое. И действительно, скажем, этническое понятие украинец может выродиться в политическое, особенно когда мы приглашаем сюда каких-то варягов и каких-то людей непонятных не только на самый верх, но уже и на средние звенья. Я так понимаю, скоро уже сержант будет не украинец и так далее. Таким образом, этническая нация уже уничтожается. Уничтожается понятие, собственно, украинец и так далее. Ну, ты задал очень хороший вопрос, на который мне хотелось бы действительно ответить. По крайней мере, тебе спасибо, я его сам себе не задавал. Вот. За что же нам это всё? Почему же? Вот почему именно мы? А действительно, я подумал, а почему вот украинцы? А всё очень просто. Значит, Украина всегда, то есть Украина и как нация, и как территория, и как общность, всегда находилась между западным обществом и Россией. То есть, нужно всегда понимать, что и западная Европа, и восточная Европа, это всё Европа, это всё христианство. Но они всегда разные и всегда между собой конкурируют. Это было всегда. Теперь вопрос. Вопрос такой. Как же, какую роль в этом занять? Потому что, ну, можно занять действительно роль, скажем, пророссийскую. И жить, в общем-то, действительно, то есть, нормально с Россией, то есть, интегрироваться в Россию. Так, Украина действовала много раз. Как правило, это была успешная интеграция. И, в принципе, проблем, в общем-то, никаким. Но я ещё раз говорю, всегда за интеграцию в Россию была заплачена какая-то цена. И потом националисты вот рыдают, что вот Богдан был неправ, значит, я имею в виду Хмельницкий, и там ещё кто-то был неправ. Это другой вопрос. Но цена была заплачена, и, в принципе, территория, скорее всего, развивалась. Росла численность украинцев. Интеграция в западное общество. Такое тоже было. Кстати, между прочим, был ещё и третий вектор, о котором я сейчас скажу позже. Ну, да. Но с интеграцией в западное общество никогда, в общем-то, толком не получалось. Почему не получалось? Другой вопрос. Очевидно, существовали экономические, политические, скорее, культурные вещи. Но все попытки интегрировать Украину в запад всегда кончались крахом. Опять же, непонятно, какую цену за это платили. Хотя, в общем-то, если брать теоретически, то можно. Но, опять же, я говорю, тогда Украина должна переходить на западную психологию. А тут уже оголтелые националисты. Им западная психология не нравится, когда немецкие мужчины, вместо того, чтобы дать турку по морде или арабу, одевает юбку и начинает ходить. Ну, украинцу это смешно. Но, ребята, это их психология. Ну, я не стала бы сейчас вообще трогать тему мигрантов, потому что мне кажется, что они там допрыгаются. Это другой вопрос. Но бить они будут не мигрантов и не мужчин. Они отыграются на другом. И Европа в этом плане очень жестоко. Это отдельный разговор. Это отдельный разговор. Я просто хочу здесь сказать, почему и за что нам это. Все дело в том, что разговоры... А, ну да, извини, пожалуйста. И третий вектор. То есть есть западный вектор, есть восточный вектор. Но есть еще вектор, о котором опять не говорят. И тут мы опять с тобой выходим на страшную тайну. Есть вектор южный, турецкий. То есть когда мы становимся, ну, что-то типа какой-то недотурцией. Вот скорее поэтому вектор Украина сейчас и идет. То есть у нас нет... Мы отказываемся от российского менталитета. То есть все российское мы уничтожаем и так далее, обзываем и так далее. Значит, западный мы тоже не принимаем. И мы идем, в общем-то, по вектору достаточно, скажем, восточно-архаическому, такому вот непонятному вот этой вот всей атаманщины резни. Кстати, вот резня идет полному попранью всех законов и попранью всех социальных институтов. И мы становимся, ну, что-то типа, скажем, каким-то там, я не знаю, ну, вот, Янычар, там, еще кого-то. Вот Украина сейчас идет по Янычарскому пути. То есть когда говорят, да нет, ребят, ну, вообще национальность это не важно, национально это... Вот вам поставили начальника Янычара, он хороший. Вот пускай он вас поведет куда нужно. Ну, куда Янычары поведут? Ну, на Россию. А будет плохо Запад дергаться, мы и на Запад поведем. Вот, собственно, вот эта вот Янычарская психология, она сейчас все больше и больше овладевает Украиной. То есть... Ну, не всей Украиной, я бы так и сказала. Ну, я не говорю, что всей, я говорю, что в первую очередь она транслируется через СМИ. То есть это... И действительно, когда мы посмотрим историю Украины, ведь были не только гетманы пророссийские, и были не только гетманы прозападные, пропольские, но были еще и гетманы, которые продались туркам. Это самые страшные гетманы были. Они больше всех вырезали народу. Даже не пропольские. Вот эти были самые страшные, и они Украину всегда вели к гибели. Наступали, между прочим, с Крыма. Вот, поэтому в этом плане мы... Вот в этом... Причем это не просто вот как бы красивая фигура тела. А сейчас Украина, потеряв российские рынки и не получив западных рынков, она вынуждена работать с азиатами. Вот с теми мигрантами, то есть мы с теми, откуда мигранты и все такое. И она так или иначе встраивается именно экономически. Она встраивается в азиатские рынки, в малоразвитые рынки. И это не может, этот обмен не может нам давать ту же психологию. Потому что России мы ничего не дали из политических соображений, Европе мы не нужны. Действительно, что мы можем давать? Мы можем кормить своим зерном под руководством европейцев, зерном, сельским хозяйством, еще какими-то там полуфабрикатами, кормить Азию и Африку. Ну вот мы этим, собственно, и занимаемся. И мы становимся частью и экономически, и ментально вот этой самой Азии и Африки, что, собственно, сейчас и наблюдаем. Ну то есть, да. Ну, Денис, вот смотри, я еще, по-моему, сколько, 7 лет назад писала уже вторую работу по этому вопросу вообще, из-за чего Украина попадает вот в эти тиски. И еще тогда была первая ситуация, которая подтолкнула меня и очень многих экспертов. И мы с тобой это уже тоже, я помню, когда-то обсуждали. Первая ситуация, которая подтолкнула вообще к вот этим цивилизационным темам и коммуникациям Украины, это было крушение небоскребов тогда в США в 2001 году, когда было столкновение двух цивилизаций. И я, к сожалению, тогда не нашла понимания у многих, потому что сказала, что на самом деле столкнулись не две цивилизации, а три, и Украина это ощутит, потому что западная цивилизация, восточная цивилизация столкнулась. И существует еще одна цивилизация, которая занимает шестую часть планеты, это русский мир, славянская цивилизация. Она совершенно уникальна. Она вот этой попытки ее вписывать куда-то и что-то, это абсолютно неправильно. На мой взгляд, это был неправильный подход. Почему? Потому что Украина выступает как раз коммуникатором. У нее из-за ее потенциала разнообразности она может выполнять очень важную функцию коммуникатора цивилизаций русского мира, западной цивилизации и восточной цивилизации. И если говорить о психологии реформ, о снижении этой температуры, накала наших страстей и восприятия, нужно понимать, что такое коммуникатор. Коммуникатор никогда никуда не отдает себя и не становится частью чего-то. Вот Швейцария. Он лишь коммуницирует, он лишь соединяет интересы, он интегрирует культуры, он помогает выработать общий поток взаимопонимания между тремя цивилизациями. А у нас на подходе еще один цивилизационный прорыв, появление еще одного очень серьезного геополитического и стратегического игрока и центра. Это и не одного, кстати говоря. И поэтому ту функцию, которую может и должна выполнять Украина, это функция коммуникатора. Вот этих трех цивилизаций, между которыми мы и появились. И для этого совершенно не нужно идти в Россию или идти в Европу, или идти в Турцию, или идти еще куда-то. Для этого достаточно просто понять, насколько ценным является наш этот ресурс, этот потенциал, и какие качества должны быть нашими, искренними. От чего мы должны отказаться? От чего мы должны, что мы должны в себе развить? Для того, чтобы наши реформы сохранили вот этот наш уникальный, абсолютно данный Богом, данный мирозданием, этот вызов и эту способность. Ту, которую мы сейчас как бы уничтожаем. Вот это наша кукольная политика, псевдополитика, псевдоэлиты. Вот это вот как раз очень детский, ясельный, как я говорю, спектакль в песочнице. Людей, которые совершенно не способны понять ни миссию Украины, ни ее задачи, ведущей задачи. Не то, как нужно выстроить с обществом диалог для того, чтобы психология реформ началась в каждом из нас. Для того, чтобы мы могли понять, каких детей мы должны рождать. Чему мы должны их учить? Каким должно быть наше образование для того, чтобы, находясь вот в этой точке мироздания, вот в этой точке геополитической, на этой территории богатейшей. Чтобы мы понимали, для чего нам этот вызов. И какими мы должны обладать возможностями, чтобы реформы не уничтожали нас, не сжимали нас в точку, не рвали нас на куски. А стали тем центром, вот этой коммуникационной площадкой, которая будет нужна всем и каждому. И для этого, собственно говоря, надо в первую очередь оказаться от гонора и очень сильно работать над собой. Денис, я очень рада, что мы с тобой сегодня начали вот эту дискуссию. Я думаю, что мы еще к этому вопросу вернемся. Друзья, я думаю, что эта тема тоже очень интересна. Если кто-то из экспертов, из наших зрителей захочет поучаствовать в таком разговоре, мы приглашаем к нам в пресс-центр, звоните мне, пишите на Фейсбук. Мы с Денисом обязательно выложим это видео в Фейсбуке, вы можете посмотреть и принять участие. Я буду очень рада, если кто-то захочет высказать свою позицию о том, как же нужно сделать и что нужно сделать для того, чтобы мы действительно сделали хотя бы один, хотя бы самый маленький, может быть, самый трудный шаг к настоящим реформам, источник которых он, в общем-то, в каждом из нас, а не в кредитах МВФ, насколько я понимаю. До скорых встреч, друзья. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok